Субтитры подогнал «Симон» В фойе театра женщин встречали курсанты военного института. Каждой вручали яркие букеты тюльпанов. Поздравляя представительниц прекрасной половины человечества, глава региона отметил, именно они дарят мужчинам вдохновение и заботу, любовь и тепло. Женщина – опора семьи, а значит опора государства, отмечает глава государства. Возрастает доля участия женщин в экономике. С каждым годом увеличивается количество предприятий, организованных и возглавляемых женщинами. Пятую часть субъектов малого и среднего бизнеса в нашей области открывают и возглавляют именно прекрасные дамы. Не в обиду мужчин, все предприятия, которые открываются и работают под руководством женщин, они всегда, как правило, успешнее. Глава региона считает, в каждой женщине живет героиня. Они могут быть успешны в бизнесе, политике и других сферах деятельности. Но все же великая их миссия – дать ребенку жизнь, вырастить его, научить познавать мир. Защита материнства и детства находится в числе наших приоритетных задач. Государство создает условия для рождения и воспитания детей. Ежегодно улучшается материально-техническая база организации детства и родовспоможения. Повышаются выплаты и пособия. Детскими садами обеспечили. Строим школы, спортивные центры, дома. Остается только улучшать демографическую ситуацию в нашем регионе. Кумар Аксакалов выразил благодарность многодетным мамам. В нашей области их более 4,5 тысяч. В том числе обладателей подвески Алтын-Алка – 1556. Сегодня на одну стало больше. Такую награду глава региона вручил Розе Аманбаевой. Ей 39 лет, у нее 8 детей, 4 мальчика и столько же девочек. Старше ему 23, а маленький месяц. Двойняшки у нас еще есть. Нам хорошо помогает моя мама, бабушка наша. Ну и к тому же у нас замечательный папа. И старшие мои сыновья, и девочки тоже хорошо помогают с маленькими. Самое главное, чтобы они росли здоровыми, несчастливыми. Вот это для мамы самое главное. Анастасия Кельбах и Александра Омарова сегодня стали обладательницами подвески Кумы-Салка. Судьи, инженеры, конструкторы, диспетчеры, учителя и прокуроры. Труд еще 17 североказахстанок отметили грамотами и благодарностями главы региона. В их числе редактор МТРК Светлана Дроздецкая. На телевидении она работает почти 20 лет. Была редактором и ведущей новостей на региональных и республиканских каналах. Очень приятно, когда в преддверии праздника отмечают мой труд. Но я считаю, что это не только моя заслуга. Это заслуга всего нашего коллектива, который в принципе на 90% состоит из женщин. Я желаю всем женщинам, всем девушкам большого счастья, здоровья, чтобы они были любимы и в первую очередь любили себя, стремились, ставили перед собой задачи, шли к ним, ничего никогда не боялись и чтобы все у них получалось. Еще один подарок для всех женщин – праздничный концерт. На сцену сегодня вышли не только профессиональные артисты, но и руководители госорганов и учреждений культуры. Кабида Альжанова всегда рада правнукам. Санжар и Назым – частые гости УАЖЕ. Кстати, в этом году ей исполнилось 107 лет. На вопрос о здоровье она показывает большой палец вверх. Говорит, даже в лекарствах не нуждается. Когда война была маленькая, плоховато была, а сейчас все есть. Одевать есть, кушать есть, больше все надо. Еще маленьким ребенком Кабида Альжанова приехала на север Казахстана из Башкортостана. В годы Великой Отечественной войны работала в поле, после трудилась дояркой. Все в жизни давалось непросто. Первый муж умер рано, осталась одна с тремя детьми. Со вторым супругом она прожила 40 лет. Сегодня у Кабиды Альжановой 11 внуков и 21 правнук. Традиционно на 8 марта большая семья собирается у любимой бабушки. А накануне долгожительницу первыми с Международным женским днем поздравили нуротановцы. Цветы и подарок труженица тыла вручает заместитель председателя областного филиала партии Артур Молдагулов. Визитом гостей Кабида Альжанова осталась довольна и пожелала всем дожить до ее лет. В честь праздника североказахстанские нуротановцы навестили всех женщин векового возраста, а таких в области 6. Сегодня во всех районах области и в Петропавловске проводится акция. Мы поздравляем женщин, воспитывающих детей с особыми потребностями. Мы подарили им разные подарки. Допустим, сегодня в Петропавловске мы вручили женщинам сертификаты на покупку бытовых предметов и цветы. Всего в честь предстоящего праздника поздравления от главной партии страны. Получили около 80 женщин североказахстанской области. Каждая из этих женщин есть что рассказать о своей жизни. Анна Шевелева, к примеру, строитель. Все панельные высотки Петропавловска штукатурила она и ее бригада. Год мы сдавали где-то по 12-13 домов. Самый первый дом у нас был на Молодежном. Тогда еще только образовывался домостроительный комбинат. Это самый первый панельный дом. Я работала сколько? 35 лет на стройке. Подчинение было у меня где-то больше 70 человек. Строили на совесть, говорит Анна Гавриловна. В работу вкладывали душу. За многолетний труд Анна Шевелева получает подарки и цветы от градоначальника. Презенты подготовили для 14 женщин. После военные годы вы восстанавливали хозяйство, работали на заводах, фабриках и в селах. И где бы вы ни находились, вы всегда создавали уют, дарили материнское тепло и ласку своим семьям. Сегодня в нашем городе проживает 10 женщин-ветеранов Великой Отечественной войны, 302 вдовы и участниц Великой Отечественной войны, 216 награжденных тружениц тыла, 589 многодетных матерей. Сегодня они учат этому своих детей, внуков и правнуков. Айман Сагандыкова считает, самое важное уважение к старшим и почитание семейных традиций. Такое воспитание дали родители. Она из многодетной семьи, сейчас у нее самой 9 детей. Ждали мальчишку, поэтому, наверное, накопились только. Было подряд 7 девчонок, а потом родили 2 парня. Старшие девчонки приглядывали за младшими. И вот они считают, ну еще с нами жили свекорцы и свекровки. Сейчас все взрослые, уже все семейные, 23 внука у нас. Очень приятно, говорят дамы, получать накануне праздника поздравления от градоначальника. Собраться вместе и поговорить о жизни. Мама – жена домохозяйка. Для современной женщины быть просто хранительницей домашнего очага уже недостаточно. В зале сейчас те, кто добился успехов и в профессиональной деятельности. Ежедневно наряду с мужчинами они следят за охраной общественного порядка, обеспечивают безопасность граждан. Накануне праздника представительницы прекрасного пола принимают поздравления от главного полицейского области. 8% ГВД держится на женщин у нас. Весь косяк на них держится. Нету только службы, где не работают девушки. Они ответственные, исполнительные, требовательные и принципиальные. Здоровья, желаю счастья, благополучия, мирного неба вам, всех благ. В органах внутренних дел трудится около 600 женщин. Большинство из них носят офицерские погоны, 13 руководят целыми подразделениями. Старательность, трудолюбие, внимание к мелочам – все это отличает их от коллег-мужчин. Татьяна Колесникова в полиции 14 лет. Начинала рядовым, затем была дознавателем, а с июля прошлого года работает в отряде быстрого реагирования. Говорит, зачастую под кителем и погонами приходится прятать свои чувства и эмоции. Сегодня за доблестную службу майор получила нагрудный знак – отличник органов внутренних дел. Очень приятно получить награду. Очень приятно, что руководство ДВД оценило мою работу. И, конечно же, уважаемые женщины, я хочу вас всех поздравить с этим праздником, с таким веселым, красивым. Все-таки весна начинается, все расцветают. Желаю вам расцветать всегда, желаю вам всем крепкого здоровья, благополучия в семье. Почетные грамоты главы региона, благодарственные письма от начальника ДВД, очередные звания. В праздничном приказе сегодня около 100 женщин. В стройным рядом чеканья шаг на сцену выходят лучшие работники отрасли. Получает новые погоны и Айгуль Кунанбаева. К званию подполковника она шла 15 лет. Для меня это, конечно, не высшее звание, можно еще и дальше расти. Но для женщины, мне кажется, это уже награда. Если занимаешься своим любимым делом, совмещать домашние дела и работу, это, мне кажется, очень просто. Отметили сегодня заслуги полицейских, активно занимающихся спортом, поощрили женщин-военнослужащих и представительниц районных подразделений ОВД. Для них приготовили праздничный концерт. Особым сюрпризом стало выступление участницы детской новой волны Амины Жапар. Не забыли в преддверии праздника и о тех, кто сутками ждет своих благоверных со смены дома. Завершился вечер конкурсом красоты среди жен полицейских. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но нет, представительницы прекрасной половины уже доказали, что справляются не хуже. Подъем в 6 утра, отбой в 10 вечера. Жить по строгому армейскому распорядку Сауле Жизакбаева привыкла с детства. Отец военный. Другого пути для себя не представляла. Хоть и окончила педагогически, в 19 лет пришла работать в воинскую часть. Сначала писарем, затем радисткой. Передавала шифры. Говорит, коллеги шутя называли Кэт. А с 2008-го она старший телефонист. Каждый день на связи принимает около 70 звонков. Постоянно ты на телефоне, то есть даже бывая дома сидишь дома, автоматически, у нас же позывное получается. Когда кто-то звонит, уже на автомате этот телефон уже хочется представиться. То есть забываешь, а я же дома. Вот так вот получается, что по привычке можно даже и позывное назвать. Мне когда домой звонили, все спрашивали, куда это мы попали. Я говорю, да ко мне попали. Хоть платье и заменила камуфляжная форма, Сауле все равно остается женщиной. Она любящая жена. Кстати, супруг тоже военный. И заботливая мать. У нее двое сновей и дочь. Говорит, дома никого не строят. Даже напротив всех балуют. Непростую гарнизонную жизнь выбрала и Елена Порошина. Муж офицер. Вместе с ним она исколесила полстраны. Изменил судьбу город Курчатов. Город маленький, работы нету, как таковой. И командиры частей призывали молодых жен военнослужащих, чтобы они могли жить. Семья могла выживать. Так я оказалась в воинской части. Уже 15 лет она военнослужащая. Работает бухгалтером, но виртуозно владеет не только калькулятором. Елена отлично стреляет, подтягивается и отжимается. При сдаче нормативов по физической подготовке необходимо за одну минуту выполнить упражнения на пресс и отжимания от пола не менее 30 раз. Вам это трудно, легко? Нет, это не трудно. Дети ею гордятся. Кстати, старший сын решил пойти по стопам родителей. Учится на полевого хирурга. Да и младший уже заглядывается на форму. И на работе, и дома в окружении мужчин. Сильная половинок прекрасно относится с уважением, но поблажек не дает. Законы не делятся в военнослужащие женщины, в военнослужащие мужчины. Поэтому никаких послаблений нет. У каждого специалиста есть свои задачи. Если он не является специалистом-бухгалтером, у него свои задачи. Специфика работы с документами. Если он не является дежурным по охране общественной порядки, по охране уголовной системы, значит она дежурит сутками на посту и выполняет, чтобы не допустить побега осужденного. Сан-инструкторы, смотрители в исправительных учреждениях, связистки. В воинской части 66, 37, 45 женщин. На них можно положиться, служат добросовестно. Многие не раз получали награды от министра внутренних дел. Про таких говорят неслабый пол. Пани Ханым Фрау Медал. Они совсем не похожи друг на друга. Этнические узоры и яркие цвета. Необычными и колоритными образы делают национальные костюмы. Первый этап конкурса Миссис Ассамблея – знакомство с его участницами. Во сколько лет в первый раз сварила борщ, сколько внуков воспитывает и чем увлекается каждая из них. Я танцую, всю жизнь протанцевала на всемирных конгрессах, на всемирных фестивалях была. Я дома никогда не находилась. Бегала на репетицию, на соревнованиях участвовала. Я была капитаном команды, даже волейбольной, баскетбольной. Этой спортсменке, комсомолке и просто красавице 80 лет. Она самая взрослая конкурсантка и это ее достоинство. Надеется, что женская мудрость поможет победить. Кстати, ни одна из участниц не знает, какие задания для них подготовили. К примеру, сейчас нужно угадать, что лежит в мешке. Подсматривать нельзя, пользуются только интуицией. У меня лежит гаечный ключ. Скорее всего, 18 на 22, если я не ошибаюсь. Ну, может быть, плюс-минус. Здесь лежит улетка и лежит отвертка. В ней крестообразная, обыкновенная. Все верно. Детективы из участниц что надо, а какие они хозяйки. Впереди конкурс гостя на пороге. Надежда Рудикова считает, главное не паниковать. Накормила нежданных кашей и пирожками. А Раиса Рамазанова – чак-чаком. Булгарский хан хотел женить своего единственного сына. И дал задание всем, чтобы приготовили такое блюдо, за которое было бы не стыдно. Чтобы мог это блюдо подарить гостям. И вот этому сыну он подарил на свадьбу чак-чак. Канина с овощами, пироги, штрудли, бешпармак и баурсаки. Угощение на любой вкус. Стол получился богатым. Оценили его и гости, и жюри конкурса. Но для женщины умение готовить не главное, говорят судьи. Я хочу, чтобы каждая женщина сегодня раскрылась вот в полной своей красе. Отдалась этому моменту без остатка. Показала себе, какая она есть. Женщина, мать, грациозная леди, воспитанная дама, элегантная. И в то же время показала какие-то свои творческие способности. И такими их показал последний конкурс – дефиле в вечерних платьях. Роскошные, уверенные в себе, они танцуют вальс. Миссис Грация – нежность, очарование. Время подводить итоги. За победу боролись девять конкурсанток. Королевой красоты областной ассамблеи стала Гульбахша Мусабаева, председатель казахского культурно-просветительского центра «Урпак». Она покорила зрителей и жюри своей женственностью и индивидуальностью. В области больше 290 тысяч человек – представительницы прекрасного пола. В какой сфере мы бы ни работали, все делаем красиво и с любовью, не изменяя своей женской натуре. С особой аккуратностью и ответственностью подходим к решению любого вопроса. Учителя, медсестры, бухгалтеры – эти профессии считаются женскими. И не зря. От 60 до 80 процентов специалистов этих сфер – представительницы прекрасного пола. Но есть и исключения. Те, кто выбрал для себя непростую работу. Каждое утро Анна Эгов начинается с проверки сердца своего железного друга. Больше 14 лет она работает в службе такси. Запоминается клиентам не только внешностью, но и своим авто. Хрупкая девушка легко и изящно управляет почти трехтонным фургоном. По дороге напевает любимую песню. Ее для Анны сочинил один из попутчиков. Я водить люблю очень сильно. И для меня вождение важно. То есть, если я куда-то уйду на работу, то в любом случае для меня важно, чтобы это было за рулем. Женщины в основном будут стараться уступить автобусу или что-то. Более-менее как-то по правилам. По правилам и к людям относятся получше. Мужчины едут, брут им пофиг. Если даже ты спешишь, тебе не уступят дорогу. Вместе с Анной в службе такси трудятся еще четыре девушки. Помимо работы по найму, все чаще женщины решаются открыть свой бизнес. Они руководят каждым третьим малым предприятием, владеют половиной всех ИП в регионе. Осваивают сферы финансов и строительства. Наравне с мужчинами сейчас представительницы прекрасного пола несут службу, следят за охраной общественного порядка. Все чаще можно встретить в госучреждениях, на заводах и предприятиях. Руководители и в юбках говорят в департаменте статистики. В 4-м партнере 2017 года численности экономически активного населения в области 47,6 тысяч составляли женщины. Среди наемных работников в области преобладают мужчины, это 54,7%. А среди самостоятельных занятого населения преобладают женщины, это 54,4%. Высокопоставленный пост, сотни подчиненных, достойная заработная плата. В погоне за традиционными признаками успеха все больше женщин посвящают себя карьере, откладывая создание семьи, отмечают в департаменте статистики. За последние 10 лет средний возраст девушек, впервые ставших мамами, сместился почти на два пункта. Сейчас в среднем малыши появляются на свет, когда женщины подходят к 30 годам. За 2017 год в области на свет появилось 3700 мальчиков и 3700 девочек. Средняя продолжительность жизни женщин в области составила 76 лет, что на 10 лет больше, чем у мужчин. Совсем не женское дело заниматься животноводством и растениеводством, считают жительницы нашего региона. В сфере сельского хозяйства только каждый десятый работник – представительница прекрасного пола. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова